Дороги в Кирове 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 гарантии, какие не в гарантии, да, но дорога, она уже давно находится в федеральной собственности, это не как направление в сторону Перми, это дорога Вятка, она там на протяжении уже больше 10 лет в федеральной собственности, поэтому ее в большинстве случаев капитально ремонтировали, я не говорю, ремонтировали не в рамках двух слоев, как в рамках содержания общего, а именно капитально, поэтому мы и наблюдаем разрушение только верхнего слоя, а не так, как это происходит в районе Белой Холницы, где разрушено полностью все основания дороги. А что будет с дорогой на Белую Холницу? Дорога на Белую Холницу где-то в районе Шамиль нам такие жесты странные показывает, то ли будет дорога, то ли не будет дороги, не будет дороги. По поводу дороги на Белую Холницу, если мы берем этот участок отрезок, то Су-43, именно тот участок, который должны сделать в рамках гарантии, в ближайшее время там ставят фрезу, и они начинают фрезеровать, как и обещали. Если брать ремонтный участок, это от Белой Холницы, порядка 10 километров в сторону Слободского, подрядчик заходит в ближайшее время, это где-то уже в середине мая они заходят, даже раньше, наверное, сейчас они там, потому что по системе ресайдинга будут делать, сейчас они ждут установку, которая должна подъехать, и в ближайшее время они встают на ремонт данных участков. По вашей оценке, когда она будет проезжей, эта дорога? Ну, Белый Холницкий участок, я думаю, что, как и обещали, где-то к 1 июня она уже будет более-менее проезжей, но тоже все зависит, понимаете, от погоды. Как и в городе Кирове, как и региональную сетку, да, ремонтируют, все зависит от погоды, да, так же и там все зависит от погоды. Но пока погода у нас не радует, и не в апреле, и я надеюсь, что в мае она нас порадует, потому что нарушать технологию тоже не есть хорошо. Ну, тут, кстати, ребята из любительской метеорологии писали, что в апреле есть все шансы побить рекорд 50-летней давности по количеству осадков, там совсем чуть-чуть оставалось добрать за последние дни, вот надо будет посмотреть, поэтому, да, действительно. Ну, надеюсь, что май тоже не будет таким дождливым, как у нас апрель на сегодняшний момент, и все подрядные организации, которые работают в Кировской области по дорогам, они приступят уже плодотворно к тем работам, которые требуются. А конкурсы отыграны уже? Ну, по федеральной трассе конкурсы отыграны, по региональной сетке тоже практически конкурсы отыграны, остались только конкурсы, контракты жизненного цикла, то, что это более 10% от общего объема, они тоже в ближайшее время будут отыграны. И практически все работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог, они на сегодняшний день отыграны. В том числе и в городе? В том числе и в городе. В городе основные контракты отыграны были еще в конце февраля, начале марта. В городе, насколько я понимаю, уже даже начался ремонт. Нет, ремонт начался в городе. Пока ремонтируют в городе только небольшие участки дорог, ну, как бы именно такие, там, Динамовский проезд, например, да. Но я видела, что улицу Азина на протяжении от Горького до Октябрьского проспекта фрезеровали полностью. Ну, улицу Держинского стали фрезеровать. Это от улицы Луганска и туда уже, до Нового Домоста. На производственную, по-моему, тоже там уже есть. Улица производственную местами. На производственную месту, это ее даже фрезеровать нет смысла там, потому что очень сильно основание разбито, да. На сегодняшний день надо хотя бы произвести какой-то ямочный ремонт. И после этого уже начинать отфрезеровывать, выравнивать поверхность. Потому что улица производственная, она прилично разбита. И разбита не в рамках первого слоя, а уже так до основания практически. Там требуется очень такой плановый, грамотный подход к ремонту данной автомобильной дороги. Улицы города Кирова. Ну, смотрите, да, вот если как раз об этой производственной говорить, я не помню там полный список улиц, которые ранее администрация озвучивал, но помню, что производственная в этом списке есть, где должны применить некую супернанотехнологию. Супернанотехнология? Ну, это, конечно, не супернанотехнология. Я думаю, Шамиль Бузиков более подробно сейчас расскажет про эту супернанотехнологию. Шамиль снова машет руками. Присоединяйтесь к нам. Она 2016 года, а дальше, я думаю, Шамиль уже расскажет слушателю. Да, пожалуйста. Ничего хорошего, я вам сказать не могу. Шамиль в маске просто. Да, ничего хорошего я вам точно не расскажу по этому поводу, но откуда эта эпопея, откуда ноги растут. Ну, давайте начнем с прошлого, назовем так. Вообще, откуда Щема появился? Появился он в Германии в 60-х годах, применяли его именно там. Применяли? То есть уже не применяют? Ну, безусловно, конечно, они уже ушли немного далеко, поэтому немецкие автобаны, думаю, у всех на слуху, все понимают, что это такое, зачем это надо. У нас же Щема и опыт применения Щема там в России 10-20 лет, это вообще нонсенс для нас. Другие европейские страны, они опыт накопили подобный. То есть у них есть какие-то, по сути дела, практика, что где и как надо. Что решили сделать мы? Да мы решили, собственно говоря, у них эту практику взять немного. Взять их стандарты европейские и применить их к нам. Ну, как это сделать, внедрить и так далее, и тому подобное. Нам позвонят закон о техническом регулировании и также закон, федеральный закон о стандартизации, как бы это есть. Вот. Чем принципиально отличие? То, что нам говорят, то, что вот было вот традиционно, да, линейка градуировки там Щема 10, 15, 20. И нам сейчас предлагается новая фольмировка там, говоря о том, что Щема 11, 16, Щема 22. Давайте мы людям всё-таки поясним, что означает это страшное слово. Это щебёночно-мастичный асфальтобетон. Начнём с этого, самого главного. Что это такое? Это смесь. Смесь это минерального порошка, песка и щемня. И вот в зависимости от циферки после Щема, она указывает на размер этих фракций, то есть на размер этих камешков, которые там содержатся. Дальше там есть полимерные добавки в обязательном порядке и вяжущее вещество, которое нужно для связки. Вот. Это всё находится в этом такой субстанции, интересно, да, в определённых, в определённом процентном отношении. Ну и, соответственно, есть технология его наведения, создания. То есть в какой момент талинная фракция добавляется, в каких температурах и так далее и тому подобное. Всё это прекрасно есть. Вот. Но самое интересное, что наша промышленность и наши асфальтобетонные заводы, которые есть, они настроены на старый стандарт. Производство Щема 10, 15, 20. Для них, как бы, Щема такие, то есть даже по логике вещей, ну, у нас их нет. Вот. Чем они лучше, чем они хуже? Во-первых, это другие требования к вяжущим веществам, а также полимерным добавкам. Они совершенно другие. Вот. Наша промышленность, я не могу сказать, что масштабно это выпускает, и может ли это выпустить и вообще так максимально внедрить во всё это. Тоже остаётся вопрос открытым. А также и вопрос остаётся открытым к размеру самого Щемня. То есть сможем мы, грубо говоря, создать нужные фракции, которые есть по европейским стандартам или нет? А качество Щем не имеет значения в этой смеси или нет? Ну, то есть насколько он там... Безусловно. Наши стандарты, наши госты российские, которые есть, на данной Щема, они вполне устраивают. Например, когда нам говорят о том, что, ну, вот мы были на последнем заседании, когда ещё очно встречались с рабочей группой, мы задавали вопрос министерству по национальному стандарту, ну, там Лев Саламатов больше как бы по этому поводу спорил с ними. Меня насторожил тот факт. Какие инновации вроде вы используете? В национальном стандарте вы должны по этому поводу отчитаться. Они там честно написали, говорят, использование Щема. Я-то чуть со стула не упал-то, ребят, какой Щема? Вы что? Германия-то 60-е годы, это прошлое столетие. Больше 50-е есть. Какие инновации? Какие инновации вообще, о чём? То есть вы говорите... Все новое, это хорошо забытое старое, Шамиль. Да, я это понимаю, конечно, но, понимаете, весь мир как бы от этого отошёл, вот, а у нас говорят, вау, здорово, Щема-то надо применять, это как бы здорово, классно, великолепно. И у нас это пишут, понимаете, в национальном стандарте, в этом самом, в документе, в национальном проекте, понимаете, пишут в отчёте, что применение этого Щема. Потом говорят, ну, какого Щема будете применять? Ну, они говорят, ну, было 15, путь 16. Ну, было там Щема 20, стало 22. Ну, если вот вынести, да, за рамки то, что это не совсем инновация, это будет лучше, чем предыдущая? Ага. Или нет? Тут, понимаете, вопрос... Кто проверит и как проверить-то, понимаете, в данной ситуации? Одно дело, как бы на глаз мы не определим, лежит эта Щема 15, либо Щема 16. Вы вообще это не определите, вообще никак. Это определяется только, во-первых, лабораторно, а во-вторых, теми заводами, которые выпускают этот Щема. Какие добавки они туда добавляют? Правильно ли они рецептуру используют, да? Выдерживают. Выдерживают данную ситуацию. Мы на глаз, вот, любой человек, да даже эксперт по асфальту, ну, который там на заводах работает, он встанет возле машины, он не определит, какой это Щема 15 или 16. Это требуется только именно, чтобы правильно использовали добавки в лаборатории, именно вот рецептуру этого асфальта, да? Ну и, конечно, в рамках дальнейшего проверки. А так как у нас лаборатории, они практически не проверяют на состав асфальта, они проверяют на плотность и влагостойкость, да, то на сегодняшний день очень трудно будет нам определить, а какой же все-таки асфальт использовали на строительстве автомобильных дорог города Кирова. То есть, условно говоря, там общественный контроль выехал на контроле, и понять-то вы ничего не сможете. Нет, мы не сможем, честно, я сразу могу признаться. То есть, понять, хорошо это или плохо, можно будет только с протяжением, там, какого-то времени. Да, во-первых, это с протяжением какого-то времени, а во-вторых, ну, верим на слово тем, кто будут строить дороги, именно подрядчики и тех, кто их будут контролировать официально с заказчиками. А сколько у нас гарантийный срок сейчас, Константин, по контрактам? Четыре года. Четыре года. Четыре года. Четыре года. У нас четыре года, и мы с вами наблюдаем, что, ну, не стоят дороги четыре года в городе Кирове. Мы с вами наблюдаем, что года два максимум, через два года идут уже приличные разрушения. Да, до следующего года уже даже есть мелкие дефекты, какие есть. Но это, на самом деле, очень печально. Даже в рамках того ГОСТа на тот ЧИМА, который у нас давно есть, там, начиная с нулевых годов, начало нулевых годов, вот, на ЧИМА, мы до сих пор, говорится, трудно собвести нормальным образом не можем. Он не стоит четыре года. То есть это, нам говорят, это ЧИМА, там, ЧИМА-15, да, все здорово, ЧИМА-20, да, вот смотрите, в ТЗ написано, да, мы все выполнили, мы денежки за это получили. Но не стоит он столько. Бывают проблемы с подрядчиками, которые делали участки те или иные по гарантийным ремонтам? Ну, вот как раз по поводу гарантийного ремонта. У нас на сегодняшний день УДПИ, Управление дорожной парковой инфраструктуры города Кирова, они уже провели инспектный осмотр всех гарантийных дорог на сегодняшний момент, и всем подрядчикам вынесли требования до 31 мая ликвидировать все неисправности, именно все нарушения, которые уже существуют. Например, есть проблемы, понятно, что у нас остались проблемы с полкиров русская, потому что подрядчик не выехал, не приехал. Подрядчик, мы имеем в виду еще ту московскую организацию. Да, 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 но они сослались на ту ситуацию, которая связана с пандемией, да. Да ладно. Ну, такая информация, это вы официально можете УДПИ запросить, да, но как бы такая информация есть, что они сослались на это. Как будто в любой непонятной ситуации ссылается на коронавирус. Да, ну, я надеюсь, что как бы компания... А дорогу Менькин делал. Менькин, Менькин. Кстати говоря, сейчас как раз без работы, у него же там туристическая фирма, по-моему, была какая-то. Сейчас человек без работы сидит, надо его пригласить. Менькин что сказал? Он вообще-то хороший мужик, между прочим. Он сразу сказал, получится, встанусь, не получится, уеду. Не получилось, уехал. Признался сразу. Да, не получилось, уехал. Надо его найти сейчас. Киров русская у нас говорит, надо делать дорогу. Я говорил, ребята, пришла московская организация, вообще забудьте о гарантии. Вот сделали, ладно, ничего не надо будет. Вы сейчас видите, что этого нет. Так они и не сделали. Так, естественно. Сегодня говорят пандемия, завтра там еще найдут какое-то... Нет, ну гарантию в том году они выполнили, ту, которая требовалась в рамках контракта. Этот год, так как компания никуда не делась, она работает, да, она не маленькая компания, надеемся, что они приедут и, ну, наймут кого-то в Кирове, как они сделали в том году, там, Вятавтодор ликвидировал. Наймут кого-то и те также ликвидируют те нарушения, которые есть. Заделают косяки. Да, заделают косяки. Большая проблема только с перепроездом на Упита, ну, Луганской, Луганской. Вот там участок, его ремонтировали в рамках даже капитального ремонта. Это небольшой участок в сторону магазина строительного. Он с большим разрушением, практически на протяжении более 70% верхний слой. Как известно, на сегодняшний момент фирма в ликвидации находится. Но собственник фирмы, он работает в городе, работает под другими юридическими лицами. Надеюсь, что будут рычаги на него повлиять каким-то образом. Посмотрим. Если возвращаться вот к составам, я, правда, сейчас, может быть, что-то перепутаю. Вот те претензии, которые были постоянно к самому ущебню, насколько я понимаю, тому, который добывают где-то в районе Чембулатского карьера, потому что он растворяется очень быстро, рассыпается. Это до сих пор происходит. И вот этот вот щема... Ну, во-первых, щебень мы производим из горной породы. Вы что, тут горы где-то нашли, что ли? Ну, то есть, ты говорили, что он известняковый, и поэтому всё сыпется сразу. Вы еще на Чембулатском карьеру были? Нет, вы там горы представляете какие-то? Ну, мы понимаем, что город в Кировской области не раскидывается. Вы понимаете, нам нужно за щебнем, нормальным щебнем ехать куда? На Урал. На Урал, да. Ну, минимум в Пермь. Вот там вот его найдёте. Ну, это вроде не очень далеко. Я понимаю. Чтобы это прям накладно было. Я понимаю, на Чембулатский карьер ближе. Дороги-то до Пермьи нет. То есть, щебня-то не из Пермьи мы теперь не привезём. Ну, чтобы вы понимали, Чембулатский щебень – это и здесь. Это просто прессованная известь такая. Ну, хорошо прессованная годами, там, тысячелетиями она лежала, и она хорошо спрессовалась. Но это же мягкий материал. Но это мягкий материал, и мы с вами это чётко всё понимаем, да. И на сегодняшний день его в асфальте точно не используют в состав асфальта, да. Но его используют в рамках подушки, дорожного одеяла, можно так это выразиться человеческим языком. Вот. Если его используют на обочинах, когда его высыпают, и мы с вами едем, и видим, что у нас вся дорога такая... Мыльная. ...мыльного такого цвета, потому что это и здесь она начинает растворяться, да, и в итоге всё вымывают. Сейчас у нас, опять же, с применением наших материалов, этот щебень используют на улице Торфиной. Там, если кто живёт в районе, они видят, как он быстро, просто-напросто на глазах рассыпается, когда идёт дождь, да. Его используют сейчас на подушку в районе Братни Воснецовых, Кировичи, Пецкие. Ну, это вообще бред, сейчас слово. Там отчасти, там тоже его использовали, они, конечно, подсыпают верхний слой щебня с Урала или ещё откуда-нибудь, но вот пока как есть. А нельзя его как-то убирать из тех заданий или как-то, да, вот как-то прописать? Подождите, подождите, ГОСТ на него существует? Да. Слово. Существует. Раз ГОСТ существует, то вопрос к кому? У нас есть УДПИ, УДПИ формирует техническое задание, ну, так задайте вопрос им. На каком основании вы берёте техническое? Конечно, безусловно. Что говорят? А что мы другого-то возьмём? А что говорят? А он же дешёвый. Просто вопрос один, вопрос финансовый. У нас, если уральский щебень, ну, грубо там, в сезон доходит до 1900 за тонну в Кировской области, да, то это можно рублей за 800 спокойно купить. Есть разница? В два раза. Так а лежать-то ведь он будет меньше, в итоге-то всё равно ведь получится переплата. Ну, подождите, здесь вот ровно, наверное, полтора года назад я здесь же сидел, мне задавали такой же похожий вопрос, я ответил, ребята, всё, что мы делаем, это чистая вода и косметика. Мы наводим косметический ремонт. Ну, вот, не знаю, вот там две женщины, может быть, обидитесь. Придётся через два года переклеивать обои заново. Совершенно верно. То есть факт этот же остаётся налицо. Тут же это косметический ремонт. Вот посмотрите сейчас здание правительства, лицевую часть, там же тоже делают косметический ремонт, да? Его же никто не капиталит. Сейчас они уберут штукатурку, положат новую штукатурку, ну, хватит это лет на пять максимум. Да, через пять лет надо опять будет всё это менять, потому что это косметический ремонт. Так же и дороги, это косметический ремонт. Так же мы с вами наблюдаем, когда там первую линию улицы, там, Октябрьская делают у здания, тоже косметический ремонт. Никто же основание кирпичи не меняет, не перекладывает здание полностью. Они делают косметический ремонт. Основание всё равно уже отсырело, внутри есть большая влага, так же и на дорогах есть эта большая влага. В основном все разрушения, это из-за большой влажности, это из-за того, что уже основание повреждено. Так же и у этого здания, и у любой дороги есть цикл. Вот, и на сегодняшний день, чтобы здание стояло долго и дорога стояла долго, надо делать капитальный ремонт со снятием всего основания. У нас всё для того, чтобы поставить галочку. Ну, например, вы квартиру продаёте, да? Надо вам ремонт сделать. Вы что там будете ремонт каким образом делать? Косметический. Косметический. Обоечки поклеили, тихо, хорошо, светло, нормально. Покупатель пришёл, посмотрел, о, мне тут всё нравится, я куплю. Взял, купил, посмотрел, тут плесень, там плесень, стал отдирать, ё-моё, всё там... А там кирпичи сыплются. Да, да, там всё высыпается. А там чебе ни с чем в ладковой карьерах. Да, там всё сыпется буквально. И у нас, понимаете, всё в стране-то запитано именно на эти галочки, понимаете, на эти какие-то количественные показатели. У нас нет, там, слово, качество вообще нигде. В случае всё, что говорится там в этой студии годами про дороги, всё, что делается вами, как рабочей группой, это всё, ну, по сути, бесполезная работа совершенно. Нет, ну, подожди, косметический ремонт тоже должен быть выполнен нормально. Вот, вопрос-то в том, что мы должны хотя бы четыре года радоваться. Мы сейчас на сегодняшний день эти четыре года не радуемся. Вы посмотрите... То есть мы сейчас боремся за то, чтобы радоваться четыре года после ремонта. Улица Свободы ремонтировалась в 2017 год полностью, вся полностью ремонтировалась. Сейчас проехать невозможно понять. Я не заезжала, кстати, на Украину, давненько. Это просто проехать невозможно. Да, там есть участки хорошие, но... То есть мы имеем в виду улицу Свободы, которая в районе Центрального рынка участок или нет? Да нет, да нет, начиная... Да вот просто от начала там улицы Свободы от улицы Профсоюзной до Центрального рынка. Вот просто прокатитесь по этой улице. Ну, участка 4-5, ну, там будет хороший такой российский мат просто-напросто. Только по той причине, что на сегодняшний день там колодцы провалились, местами асфальта уже нету, где-то ямы. Улица Некрасова, яркий пример. Все колодцы провалились, честно. Едешь, эта улица называется всегда 33 колодца. На самом деле, там большое количество колодцев. Туда, кстати, машины очень часто в эти колодцы уходят. Вот, по ней едешь, ну, вот еще когда снег лежал, более-менее, улица напоминала слалом. Ну, то есть крайне влево, крайне вправо. Мы начинаем объезжать, то есть вообще здорово едешь, с одной стороны рулем вращаешь. Мы все понимаем, почему было упражнение Змейкова в наш колодце. Совершенно верно, для того, чтобы ездить по улице Некрасова и объезжать колодцы. Сейчас на сегодняшний момент они провалились все. И больше мне всего нравится, знаете, с улицы Некрасова, перекресток Некрасова и Сурикова. Когда заворожаем на Сурикова, там, где улицы нет, то есть дороги нет. Ну, то есть мне сказали, там дороги нет, я там просто живу, я всегда об этом говорю, когда есть случай. Там нет дороги, там муниципальные дороги даже нет, даже на карте там нет дороги. То есть мы имеем в виду тот участок, который в сторону Щерса. Да, да, да. И там, как бы, знаете, съезд-то сделали немножечко, да, асфальтово, все хорошо. Но теперь его снова раскопали. Теперь там узенька такая полоса, и мы там все выезжаем. Там надо выехать и заехать одновременно, понимаете? И вот эта вот раскопка, знак дорожный поставили, объезд, и все, это уже раскопка на месяц полтора стоит. Но улицу Сурикова нам обещают везде. Вот Дмитрий Осипов, между прочим, вчера, насколько я понимаю, когда... Ключевое слово, ключевое слово обещает. Обещает. Вот, главное пообещать, а там как получится. Жизнь покажет. Да, жизнь покажет. Потому что у нас главы администрации надолго не задерживаются. Понимаете, нам пообещали, и что дальше? Обещание человек не выполнил, а что дальше? Что наступило? Какие последствия для человека наступили? Кто сейчас руководит УДПИ? А сейчас исполняющий обязан Алексей Шутинов. То есть нового начальника до сих пор не назначили еще? Так я считаю, не надо. Алексей Шутинов, он у нас давно, он все понимает, он все знает, да, с него есть, хоть можно спросить. Я процитирую великого человека сейчас. Да? Виктора Степановича Черномырдина, меня покойного. Так. Помните, он как хорошо сказал, точнее, не он сказал, а Ельцин про него сказал, очень хорошую фразу. Виктор Степанович у нас везде побывал, и сверху, и снизу. Поэтому, вот, тут к месту сказано будет. Да, и я... Поэтому лучше, по-моему, человека не найти. Смысл нам опять кого-то везти, который проработает год, уедет, а Алексей Шутинов остается. Да, пусть Алексей Шутинов будет. Ну, вот, кстати, мы этот же вопрос поднимали в первой части разворота, когда говорили о главе администрации, почему бы не оставить Плехова, раз уж он работает. Конечно. Потому что, я так понимаю, что пенсионный возраст подходит. Мы полгода уже без главы администрации официально, да, так, ну, работает же все. Смысл этой должности? Чему? Даже вообще должность, просто оставьте его, и все. Да, я предлагаю немного пораньше уйти на рекламу, свяжемся сейчас пока с Денисом Прологом, и уже продолжим там. Мы про остановки еще поговорить должны. Программа «Дневной разворот» продолжается в нашей студии Константин Сечихин и Шамиль Бузиков. Это рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог. И по телефону к нам присоединяется еще один участник вашей рабочей группы, член общественной палаты, генеральный директор автотранспортного предприятия Денис Пролог. Денис, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Так, как-то у нас странно Дениса мы слышим. Все хорошо, да? Все хорошо. Денис, вы нас хорошо слышите? Я вот хорошо слышу, да. Все, отлично. Спасибо большое. Мы попросили вас выйти на связь, потому что у нас есть еще одна такая важная тема. Это тема, связанная с остановками, да, Константин? Конечно, да, с остановками. Мы с 2017 года практически добивались усиления, ну, именно усиления остановочных павильонов, именно подъезда к остановочным павильонам, потому что, если все вспомнят, в 2016 году мы наблюдали, когда у нас улицу Ленина отремонтировали в районе центральной гостиницы, через месяц асфальт просто поплыл на остановочном павильоне. И с того времени мы добивались, чтобы остановочные павильоны усиливали в рамках ремонта основных проезжих улиц. То есть подъезд к остановкам именно дорожное полотно. Да, именно дорожное полотно, именно основание, именно замена основания, да, дорожными плитами. И практически с 2017 года, каждый год это делали до 2020. В 2020 году мы направляли официальный запрос в администрацию с просьбой предоставить информацию, какие остановочные павильоны будут ремонтироваться. Ремонтироваться на протяжении вот трех лет ремонтировались, в 2020 нам решили проверить. И ответ получили вот недавно, в апреле, опять же, от Дмитрия Осипова, что в этом году не предусмотрено финансирование на остановочные павильоны, так как это капитальный ремонт. А программа безопасной и качественной автомобильной дороги, федеральная программа, не предусматривает почему-то по его видению капитальный ремонт. Хотя там четко прописано, какой процент должен быть отремонтирован в рамках капитального ремонта, в рамках агломерации города Кирова. И какой? Ну, там порядка 15-20 процентов, в зависимости от года. Мы чем дальше уходим к 2024, тем больше мы должны ремонтировать капитально дороги, да, а не просто в рамках того текущего ремонта, в рамках замены. И я думаю, что можно было спокойно в рамках этого процента указывать ту работу, которая требуется в рамках ремонта остановочных павильонов. А работа требуется, как я понимаю? Она, конечно, требуется. Да. Она, конечно, требуется. Денис, да. Вы наслышите по-прежнему? Да. Да, значит, Денис, вот скажите, пожалуйста, ваша оценка, как руководитель автотранспортного предприятия, ситуация с подъездами к остановочным павильонам для транспорта общественного, она в городе какова? Ну, я скажу так, что она, конечно, оставляет желать лучшего, но, тем не менее, вот как сказал Константин, да, действительно, за эти два года, в принципе, часть подъездов к остановкам, которые были в ужасном состоянии, они, конечно, были отремонтированы. Но, безусловно, на этом останавливаться точно нельзя, и нужно продолжать эту работу, потому что, ну, мы видели все колейные, которые возникают, то есть основание асфальта продавливается и так далее, то есть потом появляются ямы, автобусы, троллейбусы не могут подъехать к остановочному бордюру на должном расстоянии, и поэтому иногда и, получается, травмы пассажиров, они падают, особенно в зимний период. Перевозчики вообще как-то могут влиять на эти процессы, то есть включение остановочных павильонов вообще во все эти проекты, программы? Планы ремонта? Ну, я не знаю, насколько, конечно, тут мы должны быть погружены, поскольку есть департамент городского хозяйства, есть УГПИ, которые, мне кажется, и без нас знают, какие остановки находятся в неудовлетворительном состоянии, какие необходимо делать, но мы, конечно, со своей стороны, если к нам будут обращаться, мы будем информацию такую давать. Ну, приведу элементарный пример, как мы работаем зимой, когда образуется гололед на подъездах к остановочным площадкам, и мы в оперативном режиме сотрудничаем с администрацией, с УГПИ, показываем те остановки, те улицы, где нужно срочно провести посыпку. И оперативно, в принципе, ну, чаще оперативно, чем нет, принимаются меры. Поэтому, ну, можем в таком же ключе и работать именно по другим направлениям. Можете, но работаете ли? То есть были ли у вас обращения водителей, вот, ну, вашего предприятия, например, о том, что на эту остановку заезжать невозможно стало уже? Ну, конечно, когда есть такие недостатки на остановках, на дорогах, мы, безусловно, информируем администрацию. Буквально сегодня написали два письма, но не на остановке, а на дороге. В частности, вот там дорога Запорошина у нас практически не проезжая. То есть жалобы поступают от пассажиров, жалобы поступают от водителей. Мы у себя это все фиксируем. У нас есть журналы заведены, куда водитель после смены приезжает и неисправности проезжей части недостатки фиксирует. И, соответственно, у нас инженер по БДД эту информацию все собирает, и мы направляем ее в администрацию. И, конечно, требуется менять уже остановочные павильоны. То, что сейчас, да, вот. То, что как раз вчера презентовал в рамках своей программы предвыборной, это так можно сказать, депутатам городской думы Дмитрия Осипова. Одна из его предвыборных таких программ – это замена остановочных павильонов. И сейчас, на сегодняшний день, пока тут будет до третьего конкурса из времени, я бы ему пожелал, чтобы вот эта предвыборная программа его начала реализовываться. На это есть время, сейчас можно уже реализовывать. А, кстати, да, действительно, пусть человек себя покажет. И полномочия у него есть, соответственно. И полномочия у него есть, и он как раз начальник, там, заведует всем благоустройством города Кирова. Сейчас этим можно уже заниматься. Можно уже на сегодняшний день отторговывать, либо там как-то презентовывать или презентацию какую-то делать по развитию остановочных павильонов в городе Кирове. Потому что ждать там месяц, два, три, почему бы сейчас этим не заняться. Это хорошее начинание, честно скажу, это очень хорошее начинание со стороны данного будущего, можно так сказать, главы администрации. Потому что наши остановочные павильоны, они требуют глобальной реконструкции, не только основания, но и самой остановки. И вот Денис не даст соврать, потому что он этим вопросом занимался, он этот вопрос в свое время прорабатывал. Денис мне сбрасывал в Телеграме те фото остановок, да, которые, на его взгляд, можно было бы, ну, там, с определенными адаптационными какими-то новшествами, да, в городе внедрить. Ну, конечно, и бизнес может к этому тоже подтянется, пусть даже там... Государственное частное партнерство. Да, пусть даже немножко там кризисная ситуация у нас, но я думаю, что павильоны, общественные остановки, это основной приток граждан, где бизнес с удовольствием поработает, потому что это выгодно. Ну, и, к сожалению, даже на новых остановочных павильонах возникают иногда проблемы, как вот та остановка на энтузиастов, совершенно новая, которая была поставлена там буквально недавно, но я не знаю, ставил ли ее вот этот питерский подрядчик в рамках выполнения работ по, не помню, по какому нацпроекту, дорогу-то там прокладывали на энтузиастов. Совершенно новая остановка, и она просто завалилась. Она просто взяла и упала. Понимаете, мы с вами наблюдаем еще, что связано с остановками, это грязные остановки, это заклеенные различными непонятными объявлениями, и как бы ни боролась администрация с этими объявлениями, они просто-напросто, ну, не в силах побороть данный процесс вот этих таких объявлений непонятных. И мы с вами видим, как эти остановки, они со всех сторон обклеены. А если эту остановку передать бизнесу и дать ему требуемые рекомендации, да, я думаю, там вот этот ларек какой-нибудь, да, ну, хорош, хороший ларек, они просто, они сами будут следить и будут всех там гонять просто-напросто в лишний раз. Никто не клеил там какие-то повальные объявления. Вот, кстати, я редко там бываю у администрации города, та остановка, которая, где стоят там эти кофе-лайки, еще что-то, она в каком состоянии? Она в нормальном состоянии, внешне она, по крайней мере, выглядит хорошо. И внутри она более-менее в нормальном состоянии, потому что тот бизнес, который там находится, они следят за данной остановкой и будут убирать ее, и чистить, и все, что угодно делать, главное, чтобы людям нравилось. Я прошу прощения, давайте мы все-таки вот к Денису Парлогу вернемся. Денис, вы с нами еще, да? Да, да. Да, Денис, у меня, смотрите, какой вопрос. Константин сказал, что в этом году, он получил ответ от Дмитрия Осипова, в этом году укрепления подъезда вот этого к остановкам, да, и остановочного покрытия не будет. Вы можете, ну, там, вашу оценку дать? В таком случае, по окончанию сезона, что мы получим? Ну, здесь, конечно, мне сложно дать такую оценку, потому что, ну, я сейчас даже не готов на слух сказать количество остановок, которые требуют ремонта основания. Но давно, честно скажу, там, на остановках, на плохих именно, не был, хоть и часто езжу на общественном транспорте. Но в целом, в принципе, картина, ну, более-менее, наверное, там, благоприятна. То, что не будут средства на это выделены, ну, хотя бы тогда, чтобы уже была четкая гарантия, что они будут выделены, там, в следующем году, может быть, там. Надо понимать, что все равно от этого никуда не уйти. Или в один год придется повально их все делать, да, подъезды, я имею в виду, ну, карманы. Или можно это как-то распределить на несколько лет и постепенно... Потихонечку делать, да. Мы потому что на протяжении, я опять же повторюсь, там, двух-трех лет, мы порядка, там, 10-20 остановок каждый год ремонтировали. И основные... Останавливаться сейчас нельзя. Ну, почему же. Основные остановки, которые связаны на основных центральных улицах, они были отремонтированы. Например, вот будут ремонтировать у железнодорожного вокзала. Это очень большая остановка, да. Хотя бы там хоть какое-то усиление сделать, потому что это центрально, ну, как бы... Потому что там очень большой поток. Улица производственная, я считаю, что есть пару остановок, где можно было в этом году отремонтировать, да. Именно там, где есть поток. Мы не говорим там про какие-то небольшие улицы, мы говорим именно про те улицы центральные, где у нас идет поток и где у нас идет глобальный ремонт в этом году, такой большой, да, это там улица Дзержинская, улица производственная, район железнодорожного вокзала. Хотя бы эти пару остановок отремонтировать, это не такие колоссальные, большие бюджетные денежные средства, можно потратить, ну, как надо, за сходу. Давайте, Дениса, мы отпустим. Денис, спасибо большое. Генеральный директор автотранспортного предприятия, член общественной палаты Денис Пырлок был с нами на связи. У нас две минуты остается до конца эфира. Мы не сказали еще вот что. Ну, то есть Константин говорит о том, что надо, 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 надо делать, а изменить-то вот это положение дел возможно или нет, если все уже расписано, и Осипов говорит, что нет. Ну, я думаю, что это можно изменить, потому что у нас же вчера депутаты не приняли поправку бюджета дополнительного финансирования, а там порядка 650 миллионов рублей, вот того, что не приняли, да, и там порядка 150 миллионов на дорожную отрасль были выделены, да, то хотя бы вот сейчас к новому заседанию городской думы можно внести, опять же, поправку в бюджет и как-то перераспределить дополнительное финансирование из этих же средств, потому что там приличная сумма на дороге выделена, выделить миллионов 10-15. Миллионов 10-15, это на сколько остановок хватит? Ну, в среднем это 15 остановок. Нет, а эти работы, их снова нужно будет отыгрывать? Естественно. Да. А они там как-то состыкуются между основным ремонтом, чтобы... Стыковать. Нет, конечно. Да нет, я думаю, что можно состыковать, потому что у нас еще основные работы на основных улицах не произведены. То есть время есть еще? Время есть, это все можно сделать, это можно сделать небольшими контрактами. Но делать надо быстро. Но это делать надо быстро. Во-первых, подождите, контракты надо между собой согласовывать. А получится так, что мы сделать, сделали, а потом по маленькому контракту пришли, взяли все, опять отрыли. Ну да, ну вот Дарья про это и спрашивала. Поэтому, понимаете, тут как сказать, да, Дума не утвердила, да, деньги есть, 50 миллионов, это, конечно, здорово. Да, мы отторгуем, и что опять потом? Где, как? И опять будет у нас то, что будет. В таком случае надо быстро хватать за руку тех подрядчиков, которые делают дорогу на этом конкретном участке, и говорить, подождите немножечко, здесь еще остановку надо будет исправить. Подождите, вы можете им так сказать, подождите, вот мы еще остановку там будет делать другой подрядчик, да, или кто-то там, или, допустим, вы будете делать, если вы выиграете. Он скажет, зачем нам это надо? Он скажет, подождите, вот у меня конечный срок, либо его сдвигайте. 10 секунд у нас до конца. Либо еще куда-то, то есть до 1 сентября, до 1 октября. То есть сдвигайте, а до 1 ноября. Подождите, то есть получается мы без укрепленных остановок останемся. Совершенно верно, вот это на правду сказать. Да, это правда будет. Да, вот, видите. О, вот так. Вот на этой ноте мы и заканчиваем. Константин Сичихин и Шамиль Бузиков, эксперты рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Анна Лапшина, Дарья Тепузлила, прощаемся. Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова